В эфире нашей телекомпании ежедневный выпуск информационной программы «День города» в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! Рабочий день подошел к концу и мои коллеги готовы поделиться с вами самыми интересными и важными новостями. Смотрите сегодня. Большое значение малого бизнеса. Рязанское фармпредприятие поддержит федеральная корпорация. Больше профилактики, меньше самолечения. Заместитель министра регионального здравоохранения рассказал журналистам о ситуации с ОРВИ и гриппом. Коммунальное недоразумение. Почему мы платим много, а получаем как обычно? Начнем с федерального сообщения. Телеканал Live News доказал невиновность рязанского офицера Олега Пономарева. В распоряжении телеканала оказалось заключение экспертизы, которую провели специалисты лаборатории судебно-экспертного учреждения Министерства юстиции Российской Федерации. Они позволили установить окончательные причины катастрофы в 42-м учебном центре ВДВ в Омске, которая в июле 2015 года унесла жизни 24 десантников. По мнению экспертов, в момент строительства здания в 1975 году строители допустили столько нарушений, что его вообще нельзя было эксплуатировать. Этот факт говорит о невиновности рязанского полковника Олега Пономарева, который проходит основным обвиняемым по делу об обрушении. Например, для закрепления кирпичной кладки использовался цемент низких марок. Бетонные плиты перекрытий также не соответствовали ГОСТу. Анкеры, которыми плиты крепились друг к другу, оказались короче нормы на 20 сантиметров и были изготовлены из арматуры третьего класса, хотя строители были обязаны использовать высококлассную сталь. Одна из плит, которая как раз и находилась в зоне обрушения, опиралась на стену самым краем, что не могло обеспечить необходимой жесткости конструкции. В свою очередь кладка выполнялась из силикатного кирпича, а он плохо переносит низкие сибирские температуры, а в некоторых местах между рядами кирпичей полностью отсутствовала цементная связка. Несмотря на все эти нарушения, трехэтажное здание смогло простоять почти 40 лет. Однако ремонт, проведенный в 2013 году, усугубил ситуацию. Строители приставили дополнительный верхний этаж, тем самым нарушив монолитность здания. Кроме того, казарма пережила расширение оконных проемов за счет вырубки кладки, что сделало стены еще менее прочными. При устройстве новых вентиляционных шахт рабочие нарушили жесткость каркаса здания. Вентиляционные ниши рубили на всех этажах. При этом никакого усиления кирпичной кладки сделано не было. Ремонтники пытались усилить продольные стены казармы, но даже это сделали некачественно, поскольку швы между плитами не были залиты бетоном. Все это привело к тому, что в результате монтажа новой кровли, установки дополнительных простенков на верхних этажах, нагрузка на кирпичные стены первого этажа выросла на треть, и 12 июля 2015 года они не выдержали и рассыпались. Напомним, в качестве обвиняемых по делу об обрушении казармы были арестованы генеральный директор компании «Ремэксстрой», проводивший капитальный ремонт обрушившейся казармы Александр Дорофеев и начальник 242-го учебного центра ВДВ полковник Олег Пономарев. Дорофеев по-прежнему находится под стражей. Пономарев отпущен под подписку о невыезде. По мнению адвокатов офицера, данной экспертизы – очередное доказательство невиновности их подзащитного. 12 июля 2015 года около 22-30 в четырехэтажной казарме учебного центра ВДВ обрушились несколько пролетов перекрытий одной из секций. Под завалами оказались 45 человек. Из 337, находившихся в тот момент в здании, 24 человека погибли. Рязанскую область посетил генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман. В рамках визита он побывал на предприятии биофармацевтической продукции «Форд», где встретился с главой региона Олегом Ковалевым. Целью визита стало обсуждение создания на базе предприятия крупнейшего в стране фармацевтического кластера по производству медикаментов и вакцины. Алена Куколева расскажет обо всем подробнее. Новый импульс развитию бизнеса в регионе. Рязанским предпринимателям упростят доступ к кредитным ресурсам. Поддержит бизнесменов Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства. Во вторник соглашение о взаимодействии подписали губернаторы Олег Ковалев и генеральный директор корпорации Александр Браверман. Приоритетными для нас являются направления высокотехнологичные, и направления, которые являются импортозамещающими, направления, которые являются базовыми для несырьевого экспорта. Что касается высокотехнологичного сектора, то специальные финансовые отношения в виде специальных финансовых продуктов, как то продукты кредитные, гарантийные, страховые, совершенно очевидно требуются. Малый и средний бизнес теперь сможет получать как финансовую поддержку, так и информационно-маркетинговую, правовую и имущественную. Получить эти услуги несложно. Достаточно визита в многофункциональный центр. Эти центры должны облегчить предпринимателям доступ к финансам, помочь с лизингом и обучением. Олег Ковалев отметил, что соглашение имеет стратегическое значение для региона, потому как в общей численности занятого населения каждый третий трудится в малом и среднем бизнесе. Доля объема продукции, товаров и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, составляет свыше 30% в валовом региональном продукте. В регионе много делается для поддержки малого и среднего бизнеса. За период с 2008 года по 2015 год на эти цели было направлено 2,2 миллиарда рублей. В рамках визита Александра Бровермана обсуждались и вопросы развития фармацевтического кластера в регионе. Его центром станет одно из крупнейших предприятий отрасли. Есть рынок, гарантированный сбыт, есть производство, есть оборудование, есть помещения, есть люди. Все складывается. Конечно, это дорога с двусторонним движением. Здесь необходимо большие усилия со стороны региональной власти. И, безусловно, нам нужна поддержка агентства, которое возглавляет Александр Армальдович. Поэтому будем работать. В высокие технологии, курс на импорт и замещение, создание новых рабочих мест, в том числе и высокотехнологичных, где смогут работать выпускники рязанских вузов. Все это является перспективой для развития крупнейшего в стране фармацевтического кластера, реализация которого начнется в ближайшее время. Продолжим тему. С начала года в учреждения здравоохранения области обратилось 15 800 человек. 1773 из них, в том числе 840 детей, прошли лечение в стационаре. В настоящее время в стационарах области находятся на излечении 588 человек. Из них 196 детей. С начала года не было выявлено ни одного тяжелого случая заболевания среди детей. Обо всем этом рассказал замминистра здравоохранения Рязанской области Олег Митин на вчерашнем брифинге по вопросу заболеваемости в регионе гриппом и ОРВИ. Подробнее в сюжете. Олег Митин отметил, что благодаря разъяснительной работе с населением, визитов к врачам с первыми симптомами стало больше. Сезонный подъем заболеваемости протекает спокойно. Среди взрослых зарегистрированы больные средней тяжести, но их уже выписали заметными улучшениями. Благодаря нашей совместной работе с жителями нашего региона и медицинских работников, у нас достаточно мало случаев позднего обращения за медицинской помощью. Хорошо, что все наши жители вняли нашему предупреждению о, ну скажем, не заниматься самолечением и своевременно обращаются за медицинской помощью. Как подчеркнул Олег Митин, очень часто источником инфекции в рабочих коллективах являются сами сотрудники, которые, имея признаки заболевания, все равно приходят на работу. Он также добавил, что обеспечение аптек противовирусными средствами защиты идет без сбоев. Все необходимые препараты имеются в наличии. Вместе с тем особое внимание нужно уделить профилактике. Рязанцы, не установившие счетчики, будут платить заводу в пять раз больше. Этот вопрос возволновал многих горожан, но пока подобные штрафы отложены до 2017 года. Однако тенденция такова, что даже с установленными счетчиками затраты горожан на коммунальные услуги не станут меньше, а на Герцовское о коммунальном недоразумении. В свете недавней информации о подорожании тарифов на воду, жители Рязанской области стали активнее устанавливать приборы учета. Счетчики могут позволить принести реальную экономию денег. Да, у вас должны стоять приборы учета. Следующий этап, и опять-таки в этих правилах оказания коммунальных услуг, речь идет о том, что приоритетом отдается, если оплата была тепловым прибором, у нас еще не стоят тепловые счетчики на батареях, по которым вы реально можете платить. Но это следующий этап, и мы к этому придем, потому что экономить нужно на все. Счетчики воды позволяют платить по счетам фактически за израсходованную воду. Другая ситуация с теми людьми, у которых нет установленных водомеров. И по закону, если в квартире прописан один человек, а проживает целая семья, то люди все равно платят из расчета тарифа на одного человека. Но вода, тем не менее, расходуется за целую семью. И у многих горожан возникает закономерный вопрос, кто же за нее платит. Не входит ли плата за потерянную воду в общедомовые нужды или в какие-то другие платежи. Когда вы задаете вопросы голословно, вам никто ничего не говорит. Напишите заявление о том, что вы хотите получить письменный договор о наказании коммунальных услуг и услуг по содержанию многоквартирных домов. Потребуйте в соответствии с законом о защите прав потребителей, в соответствии с пунктом 1 статьи 33, в составлении твердой сметы к данному договору с указанием объемов и стоимости услуг. Ранее сообщалось, что для потребителей, не имеющих счетчиков воды, будет серьезно увеличена плата за воду. С начала этого года в три раза, а с июля в пять раз. Это планировалось сделать для стабилизации ситуации. Если сейчас вопрос о возможном повышении тарифов находится на стадии планирования, то штрафы для недобросовестных платильщиков коммунальных услуг уже увеличились в несколько раз. Эта мера должна предотвратить задержки по оплате коммунальных счетов, что в свою очередь скажется на снижении долгов перед сбытовыми компаниями региона. Серьезные штрафы ожидают и тех людей, которые приноровились подкручивать свои водомеры для уменьшения их показаний или предоставляют неверные данные о количестве израсходованной воды. В Рязани на проезде Яблочково провалился асфальт на тротуаре. Под землю более чем на метровую глубину ушла часть пешеходной дорожки. По словам очевидцев, накануне вечером ямы еще не было. Жители района также обеспокоены безопасностью пешеходов, утверждая, что этот участок тротуара не освещается. Кроме того, с одной стороны от ямы резко начинается овраг, с другой – придорожные сугробы. Ситуация из критической перетекла в систематическую. Напомним, буквально на днях асфальт провалился на проезжей части на улице Ленина. Весной прошлого года многометровая яма из-за повреждений на тепловой магистрали образовалась на дороге в районе Площади Победы. Интернет дает нам практически безграничные возможности. И некоторые, особенно деятельные граждане, используют его недолжным образом. В последнее время на территории нашего региона участились случаи мошенничества посредством сети интернет. Как правило, обманутые граждане сразу же обращаются в полицию. И преступников удается вычислить достаточно быстро. На днях произошло очередное подобное происшествие. Рязанские полицейские задержали злоумышленников, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном с помощью интернет-объявлений о приеме на работу в крупной областной организации. В сети интернета размещали объявления о наборе на работу. Потом посредством телефонного разговора просили граждан положить определенные деньги на номер телефона. Вот честно, задержаны и проводятся проверки. Будут решаться вопросы о возбуждении головных дел в отношении них. Некоторые рязанцы действительно переводили деньги мошенникам на телефон. Но после этого злоумышленники сразу же пропадали и больше не отвечали на звонки обманутых соискателей. Исходя из сложившейся ситуации, управление МВД России по городу Рязани в очередной раз предостерегает граждан, чтобы те не попали в затруднительную ситуацию. Предоставлять личные данные о своей банковской карте не стоит и в том случае, если посторонние лица изъявляют желание перевести на нее деньги. Например, при покупке вещей или же такой вариант, как выигрыш в той или иной лотерее. Хотелось бы советовать при общении в связи с этим связанными продажами какими-то не называть своих личных данных, номеров, карт, потому что могут деньги быть с них списаны. И один еще, и также распространено в другую сторону, что приходится смс-сообщение на телефон, что с вашей карты снято определенные денежные средства, либо они заблокированы, перезвонить по какому-либо указанному телефону. Перезвонить нужно исключительно по телефону, указанному на задней стороне карты телефонов банков. Ни по каким другим телефонам не следует перезванивать, а тем более проводить какие-то действия либо в банкомате, либо еще на телефоне какие-то диктовать свои там данные и прочее. Ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам срок действия карты, а также дополнительные цифры, содержащиеся на ней. И, конечно же, паспортные данные со своим именем, фамилией и отчеством. Поскольку даже с небольшим количеством информации о банковской карте мошенники могут снять с нее все средства с помощью интернета. Если подобное происшествие уже случилось, потерпевшим нужно сразу же заблокировать свою карту, позвонив по номеру телефона своего банка. Затем лично обратиться в офис банка и, конечно же, в полицию. Не остается без внимания и культурная жизнь нашего города. В библиотеке имени Горького вчера прошел ряд мероприятий, посвященных Году кино. Рязанцы, посетившие библиотеку, смогли вплотную прикоснуться к миру киноиндустрии. Ближайшие мероприятия, посвященные этой теме, будут проходить под девизом «Читай кино». С порога всем гостям предлагалось погрузиться в атмосферу праздника, которым во все времена, с момента появления кинематографа, сопровождался поход в кинотеатр. В продолжении вечера в библиотеке вспоминали прославленных сценаристов, актеров и режиссеров. Совершенно закономерно, что год литературы закончился, но не закончился. Он будет продолжаться, безусловно, но плавно перелился в год кино. И сегодня мы в библиотеке открываем год российского кино. Разработан большой план в библиотеке, который называется «Кино многоликое и многогранное». План рассчитан на весь год. Он адресован разным социальным группам населения, разным возрастным группам. Специальный раздел для детей о кино детям. Песни из кинофильмов исполнили воспитанники Рязанского музыкального колледжа именем братьев Пироговых. А погружение в мир знаменитого киноэпоса «Война и мир» обеспечила студия «Белый бал». Кроме того, открылась выставка, посвященная киноиндустрии. Мы очень давно мечтали создать музей, кино и фотографии. И сейчас у нас в архивах находится около 100-110 различных экспонатов кино и фотокамер. Сейчас предоставлена какая-то часть из них. Есть очень интересные приборы, вот такой, как сейчас у меня в руках. Это, не поверьте, это счетчик кадров, который меряет кинопленку, но в метрах. По уверениям организаторов, библиотека имени Горького планирует провести год российского кино с размахом. В ближайшее время пройдет показ российских фильмов экранизации знаменитых литературных произведений. В рамках проекта «Тихое кино» пройдет экскурс в мир немого кино. Для учащихся школ проведут ряд уроков. Кино начинается с книги «Русская классика в киноискусстве». Расписание мероприятий уже есть на сайте в библиотеке и в группе в социальной сети ВКонтакте. Мы начали наш импровизированный киносеанс с разговора о том, что, собственно, кино в Россию завезли французы. Но наши фотографы очень быстро овладели этим искусством. И буквально уже через 2-3 года появились первые российские ленты. Хотя до игровых, звуковых фильмов оставалось еще более 10 лет. Центральным событием года российского кино в Рязани станет ночь в библиотеке, которая пройдет в апреле под темой «Читаем кино». Горьковка ждет интересных инициатив и предложений от всех рязанцев, напоминая, что в большом празднике смогут принять участие все желающие. Это все новости, которыми мы успели поделиться со зрителями. Далее в эфире программа подробностей. Ну а День города прощается с вами до завтра. Всего доброго, до новых встреч. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok